Побои, подложные документы и захват личного имущества – это будни одной из старейших и успешных омских спортивных школ. Чемпионы России, победители первенства Европы и мира – все они воспитанники детской школы Погребли номер три. Но если раньше спортсменам приходилось сражаться с соперниками на воде, то теперь вместе с родителями и тренерами на суше и с администрацией самой школы, которая закрыла тренировочную базу. Подробности у Тахмена Тенесовой. В выходной день на базе детской школы Погребли многолюдно. Новички и чемпионы мира. Но в воду никто не заходит. В пятницу 12 мая детей буквально выгоняли из-за тона. Администрация школы даже вызвала полицию. Говорит, почему вы здесь занимаетесь и начинает нас выгонять с воды. Уходите вон отсюда. Нам тренер сказал, уходите, это серьезно. Мы начали выходить, потом нам вообще не разрешили на воду даже в следующий раз выйти. Такого завершения тренировки никто не ожидал. База на улице Лукашевича существует с 80-х годов. Здесь даже специально создали искусственную дамбу, которую засадили деревьями, чтобы ни течение, ни ветер не мешали тренироваться. Но теперь для спортсменов нет места ни на воде, ни на суше. Доступ к лодкам, которые принадлежат им и областной федерации по гребле, перекрыл завуч школы Александр Денисов. Он, по словам других тренеров и родителей спортсменов, делает все, чтобы базу на Лукашевича закрыли. Люди говорят, причина в том, что они раскрыли. Большую часть заслуг завуч себе присвоил. Присвоил себе после второй категории, сразу высшую, непонятно, за год и 10 месяцев тренерскую. И сейчас до сих пор работает тренером. Кроме этого, занимается рукоприкладством. Высшую тренерскую категорию завуч получил еще в Барнауле. Но там заявили, что приказ в отношении Денисова признан недействительным. И документы, которые он представил в аттестационную комиссию, подложные. Один из примеров. Денисов сопровождал команду алтайских грибцов-инвалидов на чемпионат России. А при заполнении заявки почему-то указал себя их тренером. Не выдумкой оказались и обвинения в рукоприкладстве. По словам омского спортсмена Игоря Печникова, Денисов пытался переманить его к себе в команду. Парень отказался. И в итоге его отчислили. 19 января произошло. Мы занимались, как обычно. Сила повис на мне и начал стягивать меня с турника. Боялся потянуть себе плечи и другие суставы. И все. Он меня начал тянуть за руку, вытаскивать из зала. У меня был синяк на левом предплечье. Съездили, сняли субъектную экспертизу. Побои. После инцидента Игорь написал заявление в полицию. Правоохранители квалифицировали действия Денисова как побои. Ему грозит арест на 15 суток или штраф. При этом в департаменте спорта о действиях завуча спортивной школы узнали только от нас. Как и о фальшивой высшей тренерской категории Денисова. Также не в курсе были чиновники, что он опечатал склады с личным имуществом воспитанников. По данному факту, он прозвучал от вас, будет проведено служебное расследование. Мы обязательно проверим эти факты. Если будет вскрыто то, что на самом деле имеет место неправомерность некая, будут приняты соответствующие меры. Будем рекомендовать принять кадровые решения. А базу на Лукашевича закрыли только на время, пока не проведут отопление и канализацию. Директор должен был найти спонсоров и разработать план. Но это сделано не было. А значит, в департаменте пока не могут сказать, когда территория снова станет доступной для спортсменов. А пока им приходится заниматься намного дальше, в базе на улице Суворова. Но не все школьники смогут туда ходить. Тахмин Атынысова, Антон Щетини. Новости здесь, Омск.